Расследование громкого уголовного дела, связанного с вырубкой леса на улице Демократической в Самаре, взял под личный контроль глава региона. Напомню, губернатор сразу после инцидента потребовал как можно оперативнее разобраться в ситуации. Возбуждено 13 уголовных дел, одно по факту незаконной вырубки и 12 по статье мошенничества в особо крупном размере. По каждому эпизоду, то есть по количеству земельных участков. Стали проверять. Первая же проверка показала, что все там незаконно. Все незаконно. А там дальше могут, товарищи, не скучаются. Очень большой хвост за собой потянут. Очень. Потому что могут, может, по большому счету, вся, вся цепочка вот эта полетит. Сделка 98-го года, а переправлено, что сделка 92-го года. Что еще по советским законам были, вот эти земли отдавались под дачу. К сожалению, это ведь не единичный факт. В скандальной истории появились новые подробности. Уже установлен владелец участка, где недосчитались 200 вековых деревьев. В настоящий момент следственные действия продолжаются. Прокурорская проверка установила, что собственником 12 земельных участков, общей площадью свыше 1 гектара, в настоящее время является ЗАО «Аргомоторс». Первоначальная регистрация права на эти 12 участков была осуществлена 12 гражданами на основании подложных документов. Свидетельств о собственности, якобы выданных в 92-м году управлением Росреестра по Самарской области.